Так, ладно, исцелить себя, давайте по пунктам. Мне кажется, это самая популярная тема, надо сделать ролик по ней. Первое. Это то, о чем мы сегодня говорили. Пункт номер один. Можно под запись. Вы должны понять, что вы не глыба мрамора, по которой пошла трещина. Нет. Большинство людей думают так. Нет. Вы живой организм. Вы живые. И внутри вас все живое. И есть шаблон здоровья, как в каждой клеточке дерева есть шаблон здорового дерева. Также и внутри вас есть шаблон здорового тела. Вся ваша сущность пытается воспроизвести здоровье в каждый момент времени. Вся энергия на это нацелена. Все внутри вас. Мы постоянно пытаемся прийти к здоровью. Человек обычно это не понимает. Это первое. Все внутри вас. Второй момент. Вы либо с этим, либо с болезнью. Вы либо часть проблемы, либо часть решения. Это второй и очень важный момент. С кем вы своими мыслями. С кем вы своими выборами. Вы либо боретесь с болезнью, либо сотрудничаетесь с той силой, которая исцеляет вас. Поймите, болезнь порождена только одним сопротивлением. Сопротивлением жизни, обстоятельствам, себе, эмоциям, своему внутреннему потоку. Когда убеждение, плотина убеждений встает наперекор реке жизни. И рано или поздно ее прорывает, и мы испытываем дискомфорт. Дискомфорт, болезнь. Если вы накладываете сопротивление на болезни и говорите, ну вот, я заболел, я буду бороться с болезнью. То вы на месте одной плотины строите другую плотину, только с другой стороны. И энергия застаивается между двумя плотинами. Ни туда, ни сюда. Начните счищать сопротивление, как капустные листы, по очереди. Сначала устраните сопротивление самой болезни. Значит так. Вот она есть. Это то, что называется смирением. Но смирение это не то, что значит я умру. А это значит то, что я примеряюсь с тем, что это есть в моей жизни. Я перестаю с этим воевать. Я перестаю объявлять это неуместным. Потому что это происходит. Я больше не хочу это не видеть. Это есть. Это процесс. Второе. Вы понимаете, что все внутри вас идет к этому исцелению. Внутри вас вся ваша сущность, кроме маленькой, 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 маленькой вибрации, которая когда-то была порождена сопротивлением, вся сила вашей души пытается воспроизвести шаблон здоровья. И только ваше сознание выбирает, какую из этих вибраций поддержать, с какой из этих сил сотрудничать. Я даже говорю, что вам не нужно, это ну как бы неплохо было бы, да. Но не обязательно даже выяснять, в чем причина болезни, какие там убеждения стояли. Потому что болезнь это уже попытка организма исцелиться. Это уже выведенный конфликт на осознанность, чтобы мы заметили. Организм уже решает. Болезнь уже сама по себе отрывает нас от тех деструктивных обстоятельств, в которых мы находимся, и обращает наше внимание на другое. Это уже то время для себя и то место для себя, которое мы себе не даем. Ведь на самом деле в большинстве случаев, когда мы заболеваем, мы вдруг находим и время, и место для себя. Оказывается, что как бы мы можем. Есть такая опция. Самоболезнь уже делает очень много внутри нас. Обращает внимание на важное, на ценность жизни, на возможность любить, на возможность сострадать, созидать, отдавать, на значимые отношения, на людей, которые есть рядом с нами. Оно проявляет важное. На заботу к себе и к своему телу. Неплохо понимать, какое убеждение создало сопротивление. Но это следующий шаг. Нужно сначала убрать сопротивление болезни, поняв, что это просто прорыв плотины. И это уже возвращение к жизни. Когда плотина прорывается, река со временем входит в свое русло. Если только мы не начинаем отстраивать новые. Усиленно. Устранение сопротивления. И третий шаг. Это выбор. Выбор сотрудничать либо с болезнью, либо выбор жить. В соответствии с новым течением реки. В соответствии с жизненностью. В соответствии с большей раскрывшейся свободой, пространством и временем для себя. И жить в соответствии с теми значимыми процессами, которые эта болезнь, на которые обратила внимание. Вот эти три момента являются основным процессом. А наблюдение дыхания, про которое вы сказали, это просто один из, или ощущение себя, мысль я есть. Еще много других фокусов внимания. Это возможность просто открыть дверь к тому, чтобы чувствовать себя и быть рядом со своей жизнью, а не рядом с сопротивлением. Вот это один из просто шагов. Да. А как поддержать себе выбор и жить? Вот вы сказали, вот эти шагки. Я, допустим, интуитивно и импульсивно меня тянет уже к здоровому. И я понимаю, ну, чувствую, ощущаю, действительно, все как-то в целостности, что да, это, но прячусь, боюсь, затягиваю, сдаюсь, иногда делаю, иногда нет. Ну, то есть, на этой странице. Так, ну, во-первых, нужно убрать синдром отличника и перфекционизм, и сопротивление. Я поэтому вчера давал магическую технику лайк. Вы бросили любовь и забыли. Вот здесь то же самое. То есть, а когда я говорю устранить сопротивление, это не значит, что нужно взяться и устранять сопротивление крепенько. Нет, я говорю, поддержать. Да. Я говорю, поддержать. Во-первых, перестать себя прямо вот вгонять теперь в здоровую жизненность. Не надо, да. Жить – это жить. Жить – это значит иногда грустить, иногда радоваться, иногда проливаться дождем, иногда контролировать, иногда не контролировать. Жить – это как раз-таки жить налегке, идти по жизни налегке, а не менять одно состояние контроля на другое состояние контроля. И поддержать себя очень просто, да, так, как вам нравится, так, как вы привыкли, то, что вам комфортно, то, что дает вам ощущение того, что вы идете налегке. 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 жизни я вижу ваших рукам появилось время здесь как раз таки тот момент что болезнь обращает внимание на важные процессы то есть у нас появилось время для того чтобы тело сказала что-то чтобы тело обратило внимание на какие-то важные вещи тут тело обратил внимание что те стратегии к с которой которые работали раньше сейчас являются противожизненными приведу пример вот очень многие из нас воспитаны в том обществе в котором иметь хватку и доспехи это было нужно для выживания и это не порождало болезни и невроз не порождало потому что окружающие обстоятельства и наши стратегии защиты наше состояние сознания было гармонично доспехи мозоли не натирали мы потом вдруг оказывается что мы в других обстоятельствах и доспехи начинает натирать мозоли и вот как раз таки это показатель того что то что кто состояние сознания которое было раньше она просто сейчас не соответствует нашей жизни и условия нашей жизни и того что для тела правильно сейчас поэтому мы она проявляется значит искать работу на грех был до вопрос про грех а вы а вы грешили сегодня вот по поводу отношения к своему эго пренебрежительно или не замечает ну или все все стремящиеся к духовному развитию да ну и как было всех этих тоже восточных мучених да что нужно держать везде и так далее вы говорите это наверно слишком да можно ну вот тема допустим существует же в мире для баланса помимо такого светлого пути есть еще и темный баланс и искушение которые подстерегают особенно тех кто чем больше человек стремится к света тем больше его скажем так хороший вопрос вопрос про распознавание что можно себе позволить а где скажем так хорошо спасибо большое хороший вопрос потому что он показывает борьбу концепций старых духовных и новых духовных то есть не борьбу они понимания концепции нам привычно жить в дуальном мире и нам привычно отдавать ответственность за выбор какому-то списку и нам привычно адресовать все что плохое все что типа когда-то приводило к плохим последствиям нам привычно адресовать это какой-то некой сущности или некой группе сущности которую мы называем темнотой дьяволом чем-то хорошая новость в том что нету зла и дьявола но есть как говорится учение света не ученых тьма есть человеческое невежество в управлении своей энергией есть человеческая неосознанность да 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 есть человеческая неосознанность человек существо мощная творческая каким бы уровнем осознанности она не обладала она все равно способна создавать и творить и порождать энергию человек который не владеет своей энергией и у которого нет знания который не соединен с собой способен в страхе и в других негативных эмоциях порождать негативную энергию которую мы называем темнотой это не негативная энергия по своему характеристике нет но эта энергия спрессованная эта энергия застоявший она не обязательно разрушаю разрушающие но вне иногда да как вода которая накопилась вот где плотина стоит она способна прорваться и и затопить какую-то территорию при этом вода она не становится от этого плохой или темный да но это человеческое невежество которое построило плотину и преградила естественный поток реки так что и не смогло его как-то гармонично направить и это затопило ответственность на человеке а вот теперь смотрите внимательно очень важную вещь до тех пор пока у нас есть списки мы не повышаем свою осознанность и мы не берем ответственность за выбор и затворение когда-то один человек например узнал о том что доверять людям плохо потому что кого-то когда-то предали и это становится убеждением как каким-то одним из убеждений когда-то другой человек узнал что деньги это плохо потому что потому что кто-то набрал денег и это путь к темноте и козлу да там сделки это плохие дела когда-то кто-то узнал что заниматься творчеством это плохо нужно домолиться потому что какой-то человек занимался творчеством и сошел с ума я не знаю сейчас придумал уже какие-то концепции потому что вот весь список грехов до грехов это то когда человек неосознанно распоряжается водой то есть любовью прессует ее зажимает ее но это все равно остается любовью просто очень криво выраженной от чего не от того что злая сущность его совратила до от того что он не знал от того что у него не было осознанности не было понимания не было владения этой энергией от того что его негативные эмоции до которые не являются опять же негативными это просто реакции выживательные плюс неосознанность а реакции выживать на имеет позитивное намерение умножились в его сознании так что ему стало больно и он пошел разрушать не потому что он плохой или его душа плохая ли дьявол его соблазнил а потому что он не знал не совладал и не хватило сил удержать себя или как-то более грамотно распорядиться и да конечно много вот этих эмоций могут создавать на планете определенный как будто бы слой которые люди привыкли обызна обызывать дьяволом или темными силами да это слой невыраженной человеческой любви и слой человеческого невежества эмоционально заряженный слой который мы сейчас исцеляем и да человека иногда может попадать под влияние до этого слоя когда находится в скоплении людей когда он сталкивается с какими-то опытами где это низкая вибрация выражается и человека могут зацепить за его не просветленные участки но ответственность не на дьяволе и не на списках которые говорят это действие ведет к этому любое действие ведет к любому результату ударе человека хорошо или плохо мы не знаем если человек задыхается ему нужно его нужно ударить если человек потеря если человек у человека человек утонул под водой ему нужно хорошо ударить по грудной клетке чтобы вода вышла действие само по себе не является ни грехом не добродетели и великая ответственность человека что в какой-то момент перестать думать о том что есть какой-то однозначный свет и тьма и понять что и бог дьявол это его собственное порождение и перестать от них ожидать подсказок брать ответственность за то с каким намерением он делает те или иные действия и привносить больше света больше внимания больше осознанности в темные уголки своей души что значит темные не злые а просто в которых еще его с его разум туда еще не посвятил даже не души а в темные уголки его разума темные уголки где нет знания и поэтому вы знаете я вообще наверное не из литеричный человек а я общий человек про образованность про образованность многие говорят о том что есть рост сознания на планете и от списывают это на метафизические какие-то вещи рост сознания но есть еще и очень важный фактор это образованность потому что образованность знания того как устроен человек того какая природа наших желаний о том чего мы хотим какая может быть жизнь как все устроено да она сама по себе уже создает спокойствие она сама по себе уже создает больше пространства для сострадания для взаимопонимания она сама по себе делает невозможным войну и сопротивление технологии интернет когда каждый говорит с каждым когда у нас есть знание того как она там это делает больше иногда даже чем медитация потому что это позволяет человеку понимать и ясно видеть что везде есть люди которые хотят добра и которые хотят счастье которые хотят быть живыми поэтому вот эта концепция греха соблазна бога дьявола это костыли в нашем сознании для неосознанного человека маленького ребенка пугают бабайкой когда он плохо себя ведет если бабайка ну нет а для ребенка вполне себе реально да потому что он пока еще не готов взять ответственность за то чтобы там не знаю ложится спать рано или даже чтобы не бегать по проезжей части мы говорят бабайка придется но пора как бы уже человечеству понимать что не поэтому не нужно делать те или иные вещи ибо проезжей части бегать не нужно а вот переходите и в принципе в жизни иногда надо что попасть на другую сторону